Поехали. Их идеи, которые их волнуют, им нравится что-то необычное, что-то особенное. И, конечно же, идеи, когда они перенеслись совершенно в другое пространство, попробовали поразмышлять, как жили подростки такие, как они там, как они вообще существовали без смартфона. Пионерская комната, портрет вождя, красные галстуки. По идее фильма «Вещь» современный школьник переносится на комсомольское собрание. В руках у Иванова смартфон. Что это у тебя в руках за аппарат? Да. А ну-ка, дай-ка его сюда. Ага, сейчас. Из-за девайса юные пионеры принимают Иванова за иностранного шпиона и собираются поколотить, но тот вовремя переносится обратно в настоящее. Правда, оставляет в прошлом свой смартфон. Идея была то, что был бы у вас смартфон в ваше время, вам было бы гораздо проще. Например, вам бы не пришлось товарища своего полдня искать по всему зданию. Или не пришлось бы там прятать свою игру от старших товарищей по званию. Клипы, зарисовки, социальные ролики и, конечно, фильмы. Более 50 историй, снятых на смартфон, прислали на конкурс школьники. Большинство из них непрофессиональные и больше напоминают домашнее видео. Но есть и вполне качественная картинка, отмечают координаторы фестиваля. Самые продвинутые получат призы. А для желающих организуют мастер-классы, чтобы показать, как снять настоящее кино. Времена, когда хорошее кино снималось с помощью большой, тяжелой и дорогостоящей техники, постепенно уходят в прошлое. Сегодня для того, чтобы стать кинооператором, достаточно иметь в руках смартфон с неплохой видеокамерой. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на восьмом.